здравствуйте друзья продолжаю обзор значит вы видели вот это удилище в предыдущем видео с этой катушкам катушка станет сейчас тест удилищ непосредственно аккуму ван 6 6 длина метра 98 1030 нагрузка по приманкам строй фаст 10 колец по принципу супер микрики и входное ком левое колено только имеет достаточный диаметр который будет разбивать если у вас будет стоять феррокарбон или нейлон разбивать и дальше в маленький ну наверное слишком маленькие кольца не знаю тенденции модные современные вот эти последние значит удилище достаточно жестко и ориентированно продольный как я говорил голоподобный при такой длине если бы длине 70 она бы еще было более-менее как-то более 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 для чего она если учитывать что удилище американское то опять стандарт для твичинга у них это 70 то есть 66 это какие-то честно говоря вообще редко встречаю такие у американцев размеры ну просто аферов даже обычных рыболов с берега они ловят даже с лодки у них все равно достаточно длинные палки 7 и выше 66 это какие-то особые случаи я даже затрудняюсь сказать для чего бы можно было для наших условиях для моих это нормально здесь где ветки и деревья это вполне подойдет но фирма кума она работает конечно же на мировой рынок с учетом вероятно вот эти вот такие размеры они подразумевают более широкую продажу на что касается эргономики значит уже покидался не заметил вообще беспокойство жесткий значит такти жесткая тактильность под пальцем у бланка соответственно такая же жесткая задняя часть несколько непривычная практически ничего здесь нет держится но не выскакивает из рук то есть я вообще бросал сейчас катушки я не обращал внимание на это на все но возвращаясь по памяти назад не не увидел дискомфорта какого-то вот шнурок четырех жильный честно говоря вот на этой палке на этой катушки не знаю кто из них виновник но очень жужжит хотя удилище не сказать что она прям супер звонкая какой-то она не слишком широкая в комле не такой уж прям моркови сты но делать джигу ступенька с короткой палкой на небольшом расстоянии у нас это делают это как бы наш стиль как говорят но я бы лучше делал бы вот так небольшой рычаг не напряжно делать потяжку очень хорошая чувствительность гораздо лучше чем катушечная чувствительность вы ощущаете рельеф дна гораздо лучше чем стоять как этот самый как терминатор наяривать потом целый день ходить вот так вот это памяти остается наверное у джигит я не знаю колоподобные жесткие удилища даже если бы это был строй регуляр фас но она по мощности бы было колоподобным очень хороши для питчинга и флиппинга удили это будет тем удилище для питчинга и флиппинга не чем более колоподобные тем лучше оно не должно прогибаться там бросок не за счет загрузки бланка там в расчет бросок за счет рычага естественно чем она длиннее тем вроде эффективно но не всегда потому что бывают вот такие броски бывают силовые броски амплитудные и более длинные удилища в лодке еще может удобно с берега не всегда травить а вот более короткий вот 66 она оптимальная причем не важно какого рост на небольшое расстояние до 20 метров до 30 даже при этом не ставьте тяжелую приманку для тренировки питчинга это наоборот приманка должна быть не тяжелая не больше 20 грамм чтобы тренироваться еще бросать тяжелые приманки вот вы увидите у вас как раз сыграет бланк и бросок не получится бланк чем жестче остается для печенька тем лучше вот кстати я заметил вот сейчас 12 грамм 4 дюйма резинка и когда я веду ступенькой нашей у меня нагрузка на руку больше чем я делаю вот эту тем работ работа у дюйма катушка просто класс ну 12 грамм поряд но здесь ил между прочим здесь песок на речке и здесь уже за или на и часть он намывает уже и в любом случае даже там в начале песок очень мягкий но песок ил приблизительно одинаковые но я чувствую когда попадает в какую-то ложбинку небольшую 12 грамм все-таки а что вы хотите от этого удилища оно и не должно звенеть оно не относится к высоко сенсорным но относится к рабочим удилищам значит любителям твичинга ну я уже говорил неоднократно и аргументированно да говорил опять же это не я придумал зато я хорошо это ощущаю что твичинг он очень плов на фастовое удилище он хорош регуляр фаст регуляр даже на слоу долбитесь чуть-чуть то есть более параболичным строем более мягкое то будет лучше обрабатывать совсем не важно валится у вас там не валится смотришь иногда человека блогер показывает он совсем не валится на видео видно что он прогибается но у него что-то не валится странно так где критерий вальца не вальца критерий удар должен быть передаваемый от воблера как я вам говорил с провисанием тогда у вас все в воде правильно происходит там происходит микро гидроударчик лопастного воблера а-ля минул и тогда эффективность проводки и гидродинамики и значит соблазна для хищника сам оптимальна а люди думают совсем о другом им надо продрать воблер и что-то сон должен там сделать а вы должны думать что воблер минул дурь должен определенным образом заиграть а не так как вам хочется ну так как все таки это не при такой длине это не конкретный фаст и комлист у него комлистость у него морковка не сильная он ближе к регуляр фасту соответственно у него и кончик достаточно толстый соответственно он как твичевая палка очень хорошо подходит что касается одночасности но друзья особенно когда вы бросаете загрузкой бланку вот надо просто два удилища взять одночасно сильной разницы нет но ощутимая есть такая что это одночасный бланк работает он стабильнее у него нету какого-то вот этого паразитного стыкового момента как трудного передать у него полная амплитуда она без задержки но это на таких конечно на тонких нюансах ощущается он быстрее выстреливать ну как твичевая палка ну если этот вечер если не это не вот это вот как у нас это не твичинг ну можно конечно так но это не твичинг твичинг если его что называть своими именами это не обязательно долбежка по басу ну вот я вам сейчас показал хотя бы потом сделали паузу потом равномерочку вдруг рыбка подошла соблазнилась на воскресенье но это другая тема с рудрой все понятно с джигом тоже с дальнобойностью у этой палки тоже понятно все предыдущем видео вы видели потому что она достаточно жесткая она достаточно быстро и при этом получается она посылает вашу приманку уверенно далеко на тяжелом джиге ну вот здесь 30 у него действует я сейчас попробую максимум его значит 10 грамм ну 11 грамм воблер для этой палки я пробовал значит в тесте на катушку про катушку вы видели значит загрузка есть загрузка есть у него так как он сам по себе бланк не не супер легкий мелкие кольца конечно разгружают бланк немножечко длинновато ручка по моему мне кажется вот у меня она вот уже здесь упирается вот так вот как твичит я у меня она в данном случае может берег просто неудобный немножечко задевает хотя если бы здесь было что-то побольше грибов было бы еще хуй ручка длинноватый для твича поэтому это удилище скорее всего all-purpose и чтобы понять насколько этот all-purpose сейчас я поставлю если я взял юбка отвалилась по моему вот здесь вот с водой вместе 30 грамм есть chatterbait ну грубо говоря тот же spinnerbait а приблизительно того же веса нагрузил нагрузить так удилище даже в середине где-то там ему пофигу кстати не путайте chatterbait и crankbait оба гидродинамичные приманки но для crankbait нужна мягкая палка для chatterbait нет во первых chatterbait тяжелый соответственно палка должна такая чтобы забросить спиннер бейт чаттер бейт стандартного размера отлично обрабатывает катушка тяговитая жесткий очень кузов хорош тоже самый средний спиннер бейт щучий то есть действительно удилище all-purpose все кроме crankbait спунинга там блесен каких то ну и посмотреть вес вот 30 грамм так убрать все лопасти а то здесь вообще нету этой самой глубины зато у меня здесь есть крючки боюсь сейчас оборву ну оборву оборву а хотя чего я буду обрывать давайте я знаете как сделаю вот они вот они 26 и 12 38 посмотреть вверх в удилище вот что интересно сейчас я вверх сделаю вообще пофиг там 30 плюс 40 плюс вот 38 а ему по барабану я даже не грузану в коме в этом смысле но что интересно воблер 10 грамм хорошо грузит этой палкой о чем это говорит о том что это в общем то можно найти там я не знаю оставлял мне достаточно недорогое удилище но аккуму знает что делать со своим графитом фирма достаточно старая морская серия катушечная у них обалденная так что плюс ну не знаю плюс это к этому или нет но видимо одночасность тоже в чем то помогает все таки стык как ни купи он скрадывает все все что можно классно а что вот даже вот у меня попробовать но у меня нет а вот у меня есть спиннербейт мощный уже более 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 трофейный такой щучий шарнирная оснастка он больше 30 грамм по моему висит вот дело не в весе а в дело как она справляется палка вообще никак не ощущает но я имею ввиду не перегружается класс трудно определить как-то словами удилище но по факту бланк очень прогрессивный и 10 своей держит ну допустим мой стелс на 10 граммах сложновато нагрузить хотя у нее кончик мягче но это понятно потому что там фаст а здесь ближе к рек фасту и бланк менее морковистый но в то же время ориентированно жесткий то есть на небольшой амплитуде на небольших ударах он не реагирует не валится а на амплитуде уже превышающий определенной нагрузки бросок средний или тяжелый когда вы грузите приманкой своим значит броском бланк он уже дает хороший прогиб вот поставил 6 грамм понятно что это не вошли но даже сравнить с китайской удочкой которую я делал тест не так давно между прочим слегка сколоподобности не ощущается вот все что я рассказал про это удилище от дальнобойности до использования шеи 6 граммовых лобблеров ну да оно там не супер легкое какое то но нормальное и не тяжелое эргономика кстати мелкие кольца ну кому нравится ну на мой взгляд это очень уникальное удилище оно не простое как бы не просто взяли его из чего там что-то было из того и слепили честно говоря я вот иногда на потрях одно а на воде по приманкам ну как то уже не то что другое это понятно но как то очень здорово ощутимо удивляет на некоторых позициях удилище там на средних позициях все было понятно с ним но на некоторых вот как я вам сказал выше 30 не валится вообще и 6 грамм воблер бросает свой нижний тест прям без проблем оно грузится там в верхней части где-то нормально посылает и точно и 6 грамм даже воблеры легкие вот такая вот я считаю что неплохое удилище если есть возможность длина не такая большая в одночасном варианте можно возить спасибо за внимание